Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Elite Dangerous с дополнением Odyssey. Сегодня мы немножечко отвлечемся от назимки, которая была добавлена в Odyssey, как раз в дополнение. Я хотел сегодня экзобиологией позаниматься, но вчера неожиданно началась очередная цель сообщества, комьюнити гол очередной, и я бы хотел им заняться сегодня. Для этого мы купим новый корабль, торговый корабль, один из самых лучших торговых кораблей, самых больших торговых возьмем. И попробуем немного поторговать, потому что мне бы хотелось добить торговый рейтинг до элиты. По-моему, магнат, он предпоследний идет, перед элитой, я думал, у меня немного ниже даже, да? А тут оказывается до элиты, там недалеко вроде как осталось. Если я не ошибаюсь, конечно. Но в любом случае, хотелось бы сегодня немного поторговать, не на запись. Вот, и... Сейчас мы, да, приобретем хороший корабль. Давайте мы в космопорт зайдем. Во-первых, если покупать корабли, то только в системах, которые контролируют вот этот вот... Китайчик, да, как я его называл, когда-то, 5 лет назад. И в этом плане ничего не поменялось. Он дает 15% скидку на все корабли, которые продаются на станциях, которые ему принадлежат. Его можно найти. Если мы по карте галактики посмотрим, можно включить фильтр по политике. Это не политика, более новый интерфейс. Вот политика, выбираем вот его. Ли Ян Груи. И что мы видим? Давайте мы, знаете, как сделаем? Да, получается, на экспансию переключаемся в режиме его обзора. И белым подсвечиваются все системы, которые принадлежат ему. Вообще, на самом деле, да, гораздо проще смотреть это все на сайтах разных в интернете. Там есть базы данных всяческие. Например, Elite Dangerous Database. EDDB.io. Отличный сайт. Выбираем здесь станции. Добавляем корабль, который нас интересует. Может быть, модуль, который нас интересует. Потому что не все модули на всех станциях тоже продаются. Выбираем размер посадочной площадки. В моем случае на анаконде нужен исключительно большой. И выбираем силу, которая нас интересует. Это Ли Ян Груи. Который дает скидку на корабли. Вот. И можно, да, здесь добавить тоже ближайшую к вам станцию. Я находился на Gateway. Не станцию, а систему. Я в системе Gateway находился. В цитадели Дублин. И нажимаем поиск. Сразу, по-моему, ищут по дистанциям. Да, и ближайшая станция с нужными товарами у нас находится вот здесь. Есть еще у нас отличный сайт Кориулес. Где можно билды для кораблей выбирать. Смотреть, что там подходит, не подходит. Ну, в общем. И есть Иннара, которой тоже мы сегодня немного воспользуемся. Это вот три базовых самых-самых полезных сайта для элиты. Если вдруг кто-то начинает игру. Потому что в игре иногда очень сложно что-то понять и найти. А вот эти сайты позволяют быстро, довольно комфортно все найти и все разузнать. Конечно же, есть еще более удобное место, где можно купить все корабли, все модули. И, по-моему, там 20% скидка. Это система Jameson Memorial. Jameson Memorial. Вот где-то здесь она находится. Но для доступа в эту систему нужно разрешение. А для того, чтобы получить это разрешение, нужно, чтобы один из рангов был элита. Вот, может быть, торговые ранги до элиты докачаем за эту неделю. И, может быть, смогу туда попасть. Там, конечно, удобнее всего закупать оборудование. Там есть, например, даже для наземки все необходимое оборудование. Все костюмы, все оружие. Там есть все. И со скидкой, по-моему, еще с 20%. И, может быть, с 10%. Я точно не помню насчет скидки. Но, в общем, да. Там в любом случае закупаться гораздо удобнее. 10% скидка. Я перепроверил, чтобы, да, дезинформацию не нести. 10% скидка. Это в любом случае гораздо удобнее, когда можно в одной системе купить все необходимое оборудование. Да, и 5% туда, 5% сюда. Это экономит кучу времени. Ну и немножко денег. Окей, давайте мы, наконец-то, прикупим корабль. Покупка кораблей нас интересует. И ищем этот здоровенный Type 9 Heavy. 65 миллионов он стоит. Мы порядка 10 миллионов здесь экономим в легкую. Мне сюда пришлось 4 прыжка, по-моему, сделать всего лишь. Или 5, может быть. От той системы, где я находился. И я сэкономил 10 миллионов. Я не против. Покупаем корабль. Сохранить текущий корабль. Так, сейчас бы тут беды не наделать. Ага, да-да-да, все правильно. Все правильно. Новый интерфейс. Местами он такой неудобный. Кошмар. Так, подтвердить. Хорошо. Анаконда ушла на хранилище. На хранилище? На хранение. Или вы, хранилище. С производительностью игры, конечно, все очень тяжело сейчас. Ой, как тяжело, да. С выходом Одиссея. Куча проблем. Серваки еле дышат местами. Игра обновляется по несколько раз в день. Но не то, чтобы ей это очень сильно помогает пока. Вот такой вот громадный корабль. Широкий. Можем посмотреть вон на меня. Так. Ну и давайте посмотрим на оборудование. Что здесь стоит по умолчанию? Импульсные лазеры мне здесь не нужны. Продаем. Пушки долго снимаются. Этот корабль я собираю чисто для быстрых, быстрых в кавычках, перелетов и для торговли. Никакой защиты здесь не будет. Может быть, максимум я поставлю теплоотвод. Потому что мне как-то с ним спокойнее. И то здесь его нет. Ну, тогда, значит, не поставлю. Не очень-то и хотелось. Так. Давайте сначала по дополнительному оборудованию посмотрим. Отлично, он сразу... А, нет, он с седьмыми стеллажами идет. Так. Генератор счета. По-моему, мы можем поставить генератор счета в пятый слот. Вот сюда. Убрать. Заменить. Давай, ты сюда. Генератор счета. Вот этот мы продаем. В пятый слот поставим. Я надеюсь, здесь будет нужное нам оборудование. О, пять. А, отлично. Его мне хватит с головой. Так. Грузовые стеллажи во все слоты в остальные. Помощь в гиперкрейсерском режиме. Продвинутый комплект для посадки с планетами. Его убрать нельзя. Так. Меня интересует еще... Автопилот. Да. Улучшенный стыковочный хочу взять. Сюда можно, по-моему, тоже грузовой стеллаж поставить сразу. Это у нас троечка, по-моему, была. Так. Новый интерфейс. Что я сделал не так? А это те модули, которые у меня уже стоят. Точно. Блин. Как же неудобно. Зачем они там отображаются? Я не знаю. Так. Грузовой стеллаж. Шестой. Вот этот мы переносим сюда. Седьмой мы переносим сюда. Вот этот седьмой мы продаем. За миллион он нам не надо. Покупаем два грузовых стеллажа. Самых-самых больших. 256 тонн. Так. По три миллиона с копейками. Давайте посмотрим Z и C. Что у нас тут пишут? Щит. 173. Маленький слабенький щит. Но тут как бы этот корабль рассчитан на то, что его не будут перехватывать. Пираты. Будем на это надеяться. Урона нет. Грузоподъемность 740 тонн. У моей анаконды, если поставить грузовые стеллажи везде, получалось 400 с копейками, по-моему. Или 400 даже. В общем. Анаконда прекрасный корабль. Универсальный. Можно под разные цели, разные нужды его зафитить. И очень удобный корабль. Мне прям очень нравится. Но, конечно, если вот хочется именно поторговать, то Type 9 это махина. Лучше него, по-моему, и то чуть-чуть совсем. Это имперский, этот самый здоровенный корабль. Но для него мне еще рано качать. Короче, по дополнительному оборудованию тут все понятно. Давайте посмотрим теперь на то, что у нас в основном оборудовании. Топливный бак можно поставить меньше. Запросто. Если тут меньше есть. Есть. Нам хватит пятерочки. Вот такой вот. На 32 тонны топлива. Продать старый модуль. Продан за... Да, прибыль. Все правильно. С более мелким топливным баком мы будем прыгать немного дальше. Эта дальность прыжка, конечно же, меня не устраивает. Сейчас мы с этим разберемся. Сенсоры. Какие у нас тут есть сенсоры на выбор? Ну, я, наверное, D поставлю. Да. Тут мне сенсоры тоже не нужны особо. Так. Распределитель питания. Сейчас тоже мы посмотрим. Система жизнеобеспечения. Обязательно менять на D. Потому что оно будет тоже легче. Корабль дальше сможет прыгать. А разницы там особо никакой нет. Маневровые. Маневровые я бы поставил А-класса на самом деле. Что там по деньгам у меня? 13 миллионов я потратил на маневровые. Ладно. Так. С рамочно-смесительным двигателем. Давайте мы разберемся. Мне его надо снять с моей анаконды. Потому что там у меня улучшенный. Модифицированный инженером. Рамочно-смесительный двигатель. С увеличенной дальностью прыжка. И нам надо эта дальность прыжка. Потому что этот грузовой корабль с полной нагрузкой очень недалеко прыгает. Конечно же. А ставить, да, улучшения у меня материалов нет. Инженеров ненавижу. По-моему, все не любят инженеров. Я не знаю, зачем... Зачем? Зачем продолжают добавлять новых инженеров разработчики? Так. Не космоверфь. Подождите, нам надо. А нас интересует... Снаряжение. Снаряжение. Основное оборудование. Рамочно-смесительный двигатель. Мы уберем модуль в хранилище. За 200 тысяч ставится стандартный. Так. Хорошо. Все. Переключаемся теперь. Так. Что я все время в эту... Нет. Все правильно. В космоверфь нам надо, да. Теперь в управление кораблями. Теперь на Type 9. Использовать данный корабль. Интерфейс, конечно, блин, тяжелый в игре. Ух. Столько действий приходится делать, чтобы что-то простенькое реализовать. Так. Снаряжение. Снаряжение. Основное оборудование. Рамочно-смесительный двигатель. Нет. Стоп. Не сюда. Да. Раньше мы могли заменять вот таким вот образом. Выбрать из оборудования и заменить. Если... Не если, а... Мы могли отсюда открыть этот самый свой склад. А тут не можем. Теперь надо идти в хранилище. Выбирать этот модуль. Который находится у нас... Вот здесь. ФСД. И теперь установить. И теперь выбираем, куда мы его заменяем. Так. Установить модуль. Вот. Другое дело. Но... Маловато будет. Нам надо 18 с полной нагрузкой, чтобы у нас был прыжок. Маловато будет. Мы можем попробовать поменять силовую установку. Давайте посмотрим. Если мы поставим... Во. 18. Да. Если мы А поставим... А если мы поставим... А. Тут Д вариантов и нет. Ну хорошо. А. Это мы поставим... Мы ставим 4 А. Ага. Отлично. У меня, наверное, так и было по плану. Вот. И теперь у нас и энергии хватает на все. И прыжок 18 световых лет с полной нагрузкой. Выходит. Так. Ну все. Мы можем тут разве что поставить маневровую чуть-чуть получше. Да. На 7 А, например. Но тогда нам придется силовую. Или улучшать инженерами. Или ставить тоже чуть лучше. Чтобы энергии хватало. Но я, наверное, сейчас этим заниматься не буду. Мне пока что и так сойдет. Мы сейчас летим вот в эту систему. Сейчас расскажу, почему. Проложить курс. Можем даже открыть, наверное, карту этой системы. Я там уже был. Проверил, что там как. И ближайшую станцию. Выберем. Все. Сразу. Ну давай, давай. Назад, назад. Сразу туда полетим. О, мы помедленнее разворачиваемся. Да. О-о-о-о. Коры-то, конечно, такое. Идет зарядка ФСД. Так. Сколько прыжков? Четыре прыжка. Угу. Нам этого топлива как раз должно хватить. Без подзарядки, без ничего. Ммм. Я все равно не вижу, сколько страховка будет на этот корабль. Ну, ладно. Страховку, в принципе, мы можем посмотреть здесь. Тут у меня почти все то же самое. И 6 миллионов страховка выходит. Вроде бы у меня все то же самое здесь. На моем корабле. Плюс-минус. Там как раз, по-моему, у меня маневровые получше стоят. Ну, на сайте. Поэтому тут даже страховка чуть дешевле будет. Если вдруг меня пираты какие-то подловят, и я не смогу от них свалить, да, то 6 миллионов придется отвалить за уничтожение этого корабля. Ну, за восстановление, наоборот, этого корабля. Правильно. Так вот, давайте посмотрим, что я вообще делаю, куда я лечу, и чем мы тут занимаемся. Не посмотрим, да, пока прыгаем. Ладно. Так, стыкуемся к станции, и мы сейчас посмотрим. Заправимся, потому что топливозаборника нет, да. Тут нужно заправляться будет. Постоянно не забывать. Давайте откроем панель миссии и цели сообщества. Сейчас какая-то, как по мне, скучная цель сообщества по своей сути. Мне больше нравится, когда там что-то мы собираем для, там, я не знаю, изучения торгоидов, там, да, или для противостояния, там, торгоидов, или, может быть, какие-то войны идут, и кто-то помощи просит, там, что-то построить, там, какую-то новую станцию. Это вот как-то интересно. А тут какие-то политические интриги. Эдмунд Махоин с своим советником что-то там к выборам готовится. Эдмунд у нас, это глава альянса. Мы можем посмотреть в галактических державах. Вот этот Эдмунд. И, может быть, на выборах Эдмунд проиграет и будет другой глава альянса. Но я в этом очень сомневаюсь. Вот, но в любом случае, оба кандидата просят поддержку. И они в двух разных местах находятся, в двух разных системах. Ну, и можем почитать, да. Премьер-министр Эдмунд Махоин и советник Наката Кейн объявили о начале конкурентных инициатив по доставке грузов на территорию альянса. Главные кандидаты на должность премьер-министра альянса стремятся заручиться общественной поддержкой, хотя голосование 27 мая будет проходить только среди членов ассамблеи. То есть нам тонко намекают, что то, что мы там кого поддерживаем, это все до лампочки. Судя по результатам опросов общественного мнения, победа Махоину практически обеспечена, и он будет избран на второй шестилетний срок. Однако исход данных кампании окажет непосредственное влияние на политику кандидатов после вступления в должность. Премьер-министр Махоин хочет стимулировать рост объемов промышленных материалов, что будет способствовать дальнейшей экспансии. Он просит доставить керамокомпозиты, полимеры и сверхпроводники на станцию Цитадель Дублин в системе Гейтауэй. Это вся информация, в принципе, которую нам нужно знать, потому что нужные товары здесь не отображаются. Я смотрел сначала, пытался понять, что тут надо, куда возить, ну куда понятно, да, а вот что именно. Ну и здесь вот в описании написано. У второго товарища... Что там он хочет? Что-то тоже хочет. Запущена инициатива по добыче опалов бездны. Вот. Он хочет иметь микроконтроллеры и те же полимеры. На станцию там в такой-то системе. Но мы пока с Эдмундом работаем. И давайте закупать полимеры. Что? Отвезем? Я не знаю, как в плане заработка. Наверняка можно найти более выгодные предложения. Но выглядит довольно неплохо. Особенно на Type 9 с огромным трюмом. По 77 кредитов мы покупаем полимеры. 708. По-моему, мы могли больше. Так, секунду. Ага, вот тут в чем проблема. Оказывается, у меня некоторые стеллажи стоят, не те, которые надо. Так, посмотрим в магазине. Ну вот, другое дело. У меня там, получается, их стеллажи немножко не те стояли. И еще дроны остались. Наверное, санаконды каким-то образом я стеллаж поставил. Короче, не важно. Разобрались. Теперь набираем на 57... На 58 тысяч полимеров тут. Так, покупаем. Угу. И вылетаем отсюда. В систему... Gateway. Можем сразу, опять же, открыть здесь карту. И выбрать порт Дублина. Или как он там? Цитадель Дублина. Так. Все. О, давайте посмотрим, как мы будем... Вылетать отсюда. Темноватая станция такая, конечно. Громадный корабль. Так, все. Полетели. Два прыжка? О, нет. Что-то пошло не по плану, короче. Как так? Как два прыжка? Должен быть один. Где-то надо что-то еще облегчить немного. Сколько тут получается? Два прыжка. Блин, мы не видим дальность теперь, да? Выходит, как раньше мы это видели. О, видим. Расстояние... 18. Я не понял. Запас энергия. Текущий 17.92. 17.94. Так, надо где-то что-то чуть-чуть поменять. Сейчас посмотрим. Давайте пока полетим. Идет зарядка и фраза. Два прыжка тут сделаем. Где-то что-то я... Не досмотрел здесь. 21.04. Так, заправимся. Давайте сразу пойдем в ангар и посмотрим, что мы заработали. Потребительский рынок. Продать. Смотрим, где наши полимеры. Полимеры продаются по 1200. Практически мы миллион получаем с этого. Да. 868 тысяч чистой прибыли. Так. И давайте теперь посмотрим на цели сообщества. Я привез в общей сложности уже 1502 тонны. И попал уже в лучших 50% игроков, которые внесли свой вклад. Но мы, если честно, даже не видим пока награды. Потому что... Максимальные награды. По-моему, просто это никому не интересна тема, да? Сейчас все наземкой заняты. Там собирают материалы, воюют. А тут какая-то торговля. Непонятная цель сообщества. Ни туда, ни сюда. И мне кажется, поэтому мало ей занимаются. Потому что вот за сутки, сколько она уже активна примерно, мы даже первый уровень наград не набрали. То есть, чем больше игроков внесет вклад, чем больше товаров мы сюда свезем, тем лучше будут награды. Ну и, естественно, чем сам игрок больше вклад внесет, тем будут еще лучше его личные награды. То есть, вот я пока в 50% попал. У меня награда будет лучше, чем те, кто ниже, меньше привезли. То есть, в принципе, эта тема интересная. Надо посмотреть только как к концу, через 5 дней, что тут будет у нас по наградам дополнительным. Но в любом случае, я хочу немного поторговать. Жалко, не видно в более конкретных цифрах торговый ранг, насколько растет с каждой торговли, да? Но, тем не менее, тема довольно хорошая, как по мне. И единственная проблема, да, то, что нам надо что-то придумать, чтобы мы один прыжок делали, а не два. Нам надо что-то такие убрать, что-то облегчить. Я единственное, что хочу все-таки теплоотвод добавить. Мне как-то с ним спокойнее немного. О, перехват так. Мы сбавляем скорость сейчас до минимума. А теперь даем скорость на максимум. Газуем. Ждем охлаждения нашего прыжкового двигателя и заряжаем его заново. По нам уже стреляют. Нам уже сняли щиты. Нам снимают потихонечку корпус. Давай, заряжайся. Давай, заряжайся, зараза. 60%. 50% корпуса. Надо было, наверное... Система? Не, наверное, по системе... Сбой ФСД? Обалдеть! Приплыли. Ха-ха-ха-ха. А-а-а-а-а... Финтическое состояние конуса. Это была первая ходка у меня только. И меня сразу же подловили. Ну, все, нас слили, да. О, щиты включены. О, щиты включены. Но это нас не спасет. Он щиты сбивает быстро. Щиты отключены. Ха-ха. Блин. Это была первая ходка. Я думал, получится уйти. Так. Сколько у нас? Да, груз я потерял. На грузе я, получается... Сколько? Ну, немного. Что тут у нас? Миссии не провалил. Награды. Картографических данных потерял немного. А-а-а... Окей. Теперь... 5 миллионов страховка. Выходит. Окей. Окей. Нам, получается, 6 ходок нужно будет сделать. Так, чтобы нас не подловили. Так, хорошо. Давайте подумаем тогда, какие у нас еще есть варианты. Если мы усилим щит немного. Но, опять же, да, неизвестно, кто на нас напал. Мы, наверное, видели, может быть, когда он по нам стрельнул. Я сейчас посмотрю. Короче, ничего я не менял. Полетел еще раз. Я, получается... Вот. Как бы это тут показать-то? Короче, там, где у нас распределение питания, у меня стояло вот точно так же, как сейчас. Оружия у меня нет. Поэтому, если бы, может быть, у меня в систему было больше и чуть-чуть в двигателе, то ФСД быстрее бы зарядился, и я бы успел бы упрыгать. Мне кажется, что так. Что были все шансы. ФСД долго заряжался, потому что у меня в системе была только одна это... Одно питание. Это плохо. Но, я думаю, мы справимся. Так, давайте еще разок ходочку. Ходочку вот сюда. Тоже интересно, насколько часто будут перехватывать. Я все-таки пять лет не играл, не торговал. И это довольно интересный опыт. Главное, самое главное в таких вот экспериментах, чтобы были деньги на страховку. У меня есть еще денег на два раза. О, кстати, а вот же точно. Цена повторной покупки. Я не там смотрел. Верно. Есть возможность слить этот корабль два раза. Тут, что, конечно, очень хорошо, то, что мы восстанавливаем корабль. Полностью с его оборудованием. Даже если оборудование было заинженеренное, это очень удобно, конечно. Если бы мы теряли модификации от инженеров, это было бы просто катастрофа. Невероятная. Так, полетели. Еще партию товара возьмем. Попробуем довезти. Тем временем прошло уже сколько у нас? 20 минут, да? Элита беспощадна к времени, конечно же. Я бы за эти 20 минут 3 миллиона настрелял бы уже, да? Вот как в прошлой серии мы там на пострелушечках. Занимались увлекательно. Развлекались занимательно. Ну, закупил я еще партию полимеров. Давайте полетим, посмотрим. Получится сейчас или нет у нас. Если перехватят, да, уйти. Следующая ходка прошла вполне успешно. Можем продать полимеры. Что там? Репутация поднимается. Хорошо. Давайте посмотрим, как тут дела идут у нас. Ничего, по-моему, не поменялось за это время. Хорошо. Я что хотел сделать? Я хотел притянуть сюда анаконду свою. На ней стоят усилители щита. Поставим, может быть, на этот корабль усилители щита. Но там, правда, придется, опять же, другие модули тоже заменить. Типа там... Сколько? 2 миллиона за перемещение? Ну, ладно. Ну, ладно. И... 20 минут будет сюда доставляться моя анаконда. Ну, окей. Может быть, снимем с нее еще чего-то. Усилители щита, конечно, нам не так, чтобы много выживаемости дадут. Но, с другой стороны, если что, если вдруг вот подловят и убьют еще раз, не получится уйти, так как я планировал, да, просто зарядить гипропрыжок быстрее, то можно будет попробовать поставить щит побольше. У меня стоит щит пятерочка, да? Можно будет шестерочку поставить. Шесть. А. И усилители тогда щита я поставлю. Ну, и тогда, в любом случае, придется это ставить более... Как она называется? Ну, короче, питание надо посильнее будет ставить. Ну, а пока мы полетели. Нас не должны каждый раз подлавливать, правильно? Поэтому пару ходок сделаем, а там посмотрим. Вторая ходка без проблем прошла. Продаем. Давайте посмотрим, где там моя анаконда. Еще три минуты будет сюда добираться. Я, наверное, полечу еще разок. О! Давайте попробуем. Еще разок. Хорошо. Сбрасываем скорость на минимум. Ускоряемся. Ждем охлаждения. Вся энергия в систему. Заряж... Нет, это так не работает, типа. Блин. Сбой ФСД уже так сразу. Я что-то был уверен, что если... ...все энергию в систему подать... ...то мы будем заряжаться быстрее. Ну, это так не работает. Там кто-то еще прилетел. Нам на помощь? Кстати, похоже, да? О, смотрите. А сейчас заряжается быстро. Я не понимаю. Может быть, когда по нам стреляют, тогда ФСД медленнее заряжается. Но нам кто-то решил помочь. И мы уцелели. Но потерять корабль не страшно. Да, это не проблема. Такое случается. Ничего здесь такого прям... ...ужасного нет. Главное, чтобы... ...были деньги. О! Давайте попробуем через курс отхода. О, наверное, не получится. Да, это не тот корабль, на котором такое можно провернуть. Это не тот корабль. Так, газуем. Газуем еще разок. Ну да, когда по нам стреляют, ФСД медленно заряжается. Видимо, так это работает. Ясно. Так вот, я как раз об этом говорил, да? Что потерять корабль, это не страшно. Главное, чтобы были... ...деньги для... ...страховки, да? Чтобы выплатить эти сколько там... ...в нашем случае 5 миллионов. Так, хорошо. Мы потеряли груз. Продолжить. Финансовая поддержка. Тут можно продать корабль, если вдруг денег не хватает. Да, можно какой-то из других кораблей продать. Но нам хватает. Так, что там, что там, что там? Правильно? Нет, вот так вот. Подождите, да. Подтвердить и развернуть. Сюда мы нажимаем. А то сейчас я бы купил бы сайдвиндер, и мы бы... ...двигатель мой потеряли бы. Просто надо развернуть, нажимать. Хорошо. Сейчас попробуем поставить... Эти самые Усилители щита И Может быть сам щит Потолще Потому что я надеялся Когда собирал этот корабль Я вот в начале серии говорил Что корабль рассчитан на то Что его никто перехватывать не будет На то что мы сможем уходить От перехвата Причем не по курсу отхода Потому что этот корабль не маневренный И на курс отхода стать на нем нереально будет Мы сбрасываем скорость И Нам должно хватить Энергии чтобы Ну не энергии а щитов и прочности Чтобы Зарядить прыжковый двигатель еще раз После того как он быстренько перезарядится Но Оказалось что Прыжковый двигатель заряжается Намного дольше чем я думал Поэтому нам надо корабль все же сделать Попрочнее Да я как раз в нужном месте Правильно давайте мы сейчас посмотрим На мою анаконду Снимем с нее Так Космоверфь нам нужна Алло Игра Угу Нам нужна космоверфь Используем анаконду И посмотрим какие полезные модули С нее можно снять Ну чтобы сейчас Не лететь Не покупать Там да Не искать где Чтобы сразу может Может хватит Может быть Блин как Как все долго О Наконец то Так Снаряжение Во первых Снимаем Три Усилителя счета Они у меня Некоторые тут Немного Модернизированы Инженерами В хранилище Раз В хранилище Два Этот наверное На объем Хотя Там просто Какое то улучшение Хреновое Да и Модификации у меня Такие тут Хреновенькие Стоят потому что Инженер нормально Не прокачан Этот И может быть С основного Оборудования Придется снять А нет Не придется Тут Да Короче тут Большие Модули Нам такие Не нужны Придется все таки Наверное все же Да Слетать За Кое каким Оборудованием Давайте опять же Управление Кораблями На Тайп 9 Переключаемся И используем Добавим Мои вот эти Усилители Щита Но не хватит Энергии нам Сейчас Нужно будет Поискать Где то поблизости Систему Систему Где можно Купить Кое какое Другое Оборудование При этом Нам нужно Чтобы Дальности Прыжка С полной Нагрузкой Нам хватало На Один прыжок В ту систему Где мы покупаем Все это делаем Так Служба Космопорта Снаряжением Да Да А не сюда Турель нам Не нужны Никакие Не будем И ставить Потому что Смысла нет Справиться С нападающими Мы не сможем С большей Я думаю С большей Вероятностью Установить Модуль Давайте посмотрим Знаете что У меня сейчас Щита Вот Это уже С этим модулем Давайте сейчас Мы его снимем Не продать Черт Ладно А не 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 Подождите Я его еще Не поставил Нет Тут уже Пишет Что как будто бы Я его ставлю Ладно Установить Модуль В хранилище Усилитель Щита Установить Модуль Так Ну примерно Около Тридцати Каждый Добавляет Щита Мне И установить Модуль Вот сюда Так Что у нас Получается Нам не хватает Энергии Сейчас Поэтому Нам надо Силовую Поменять Но здесь Силовой По моему Нет Нормальной Никакой Да Тут все Маленькие Нам Такие Не нужны Мы можем Силовую Поставить До Шести Размером И Может быть Даже Тогда Маневровый Поменяем Посмотрим Нам надо Чтобы 18 Дальность Прыжка У нас Была При всем При этом Короче Да Тут и Щита Тоже Нет Я думал Может быть Раз такое Дело Мы Сам Щит Поменяем С Пятерочки На Шестерочку Лишимся Тридцати Двух Вместимости Да Грузового Стеллажа Этого Но Поставим Зато Может быть Себя Более Хороший Щит Поэтому Давайте Мы Посмотрим Сейчас На Сайте Где Все Это Дело Можно Купить И Полетим Туда Ну Я тут Пока Пообедал Пока Поменял Оборудование В Соседней Системе Здесь Оказались Полимеры Я закупил Уже Партию Сейчас Их Тоже Повезем 720 Полимеров Правда Чуть Да Больше Я нагружен Чем Хотелось Тут Придется Два Прыжка Сделать Ну В общем Я Что Поставил Что У нас В итоге Три Усилителя Щита Может Быть Вместо Тепловой Катапульты Точечную Оборону Поставить Наверное Да Поставлю Будет Сбивать Ракета Если вдруг Чего Может пригодиться Тепловая Катапульта Мне конечно Нравится Но Да Она Далеко Не всегда Нужна Если Ну В общем Да Нужно Нужно Постараться Чтобы Перегреться Хорошо Чтобы Катапульта И воспользоваться Это и нужно Было бы Что У нас Тут Силовую Поставил Чуть повыше Да У нас Четвертая Стояла Все Остальное По моему Да Топливный Бак Поставил Меньше Потому что На 18 Световых Лет Не хватало Ну Нам Не хватало Дальности Прыжка Из-за Нагрузки Но Топлива Нам Будет Предостаточно Я думаю Так Ну И Поставил 6 А щит У нас В общей Сложности Стало В 2 раза Больше Щита Плюс Там Резисты К щиту Какие-то Появились Дополнительно Из-за Усилителей Поэтому Окей Попробуем Так Плюс Я понял Почему Замедлялся Очень сильно Зарядка ФСД Замедлялась Потому что Мы Типа Золочены Массой Корабля Который На нас Нападает И Просто Перейти В гипердрайв Будет Долго Но Мы можем Быстро Прыгнуть К В другую Систему Поэтому Если что Можно будет Экстренно Прыгнуть В соседнюю Систему И потом Попробовать Еще Разок В общем Да Нужны будут Маневры Дополнительные Так Ну вроде бы Все Единственная Проблема В том Что у меня Не хватает Да Выплатить Страховку Сейчас Но Я думаю Мы справимся Я вообще Такой Рисковый И На позитивном Настрое Я думаю Мы справимся Поехали Поехали Так обычно Да Корабли Теряются И Горы Денег Таким образом Теряются С таким Позитивным Настроем Но Ничего Так Ну что Давайте Продадим Очередную Партию Продать Ну тут Немножко Поменьше Прибыли У нас Уже Получается Ну Чуть Безопаснее Зато Что ли Что у нас Поменялось Что-то Пока я Там О Долго Загружалась Пока я Делами Там Занимался Пока Обедал Пока тут Переоборудовал Корабль Ну я Вошел Да В лучшие 25% Но Ну кажется Этим Никто Не занимается Ну торговля Дело Опасное И вот такие Вот места Наверняка Да Привлекают Пиратов Может быть Если торговать Где-то Чем-то В других Местах То они Так часто Нападали Может быть А еще Я смотрю Я в принципе Могу С своей Анаконды Щит Поставить Щит Генератор Седьмой Да Получается Он Даст нам Превышен А ну да Надо сначала Свой снять Он даст нам Пару сотен Щитов Еще Дополнительных Это Двухпоточный У него Быстрее Вроде Зарядка Или что-то Такое Если бы 7а Я поставил Было бы Может быть Лучше Этот мы Наверное Продадим Да 16 миллионов В принципе Продам И Грузовой Стеллаж Я тогда Тоже Продаю Давайте Здесь Прикупим Грузовой Стеллаж Я Надо было Попродавать Немного Барахла Со склада Своего Потому что Не хватало Деньжат На все Оборудование Так И теперь Давайте Поставим Вот этот Вот Щит Так Что Щит Генератор Да Его Выбираем Установить Теперь Этот Интерфейс Вот так Вот Получается Давайте Посмотрим 412 Щита То есть Да Еще Чуть Чуть Больше И Резисты Больше Выходят Ну и Скорость Восстановления Ну Мы не Видим Сейчас Сколько Скорость Восстановления Было У того Резисты По моему Чуть Чуть Больше Стали Ну В общем Вот так Вот мы Будем Летать И Торговать Ну Я смотрю Что Эту Серию Я Сегодня Уже Отрендерить И выложить Не успею Из-за Всех Этих Неприятностей С Перехватом Которых Я не Ожидал Если честно Но Пять лет Не играл Да Я Расслабился Забыл Как Тут Опасно Бывает Но Ничего У нас Есть Теперь Деньги На Выплату Даже Дешевле Выходит Теперь Наш корабль Стоит Да Не 6 Миллионов Опять Че так Давайте Посмотрим Сколько У меня Получается По вместимости Теперь Не сюда А вот сюда Ну да Вместимость Стала Конечно В общей сложности На сотку Меньше Мы практически Сделали Да Из Изначального Моего Плана Из изначальной Задумки Но Да Пожалуй Лучше мы пожертвуем Немного Вместимостью Блин У меня 400 На Анаконде На которой Можно было Все это время Летать Спокойно Торговать И просто Выпиливать Всех Кто нападает Да Ну ладно Может не такой уж Плохой план Да Да Они Давай Полетели Полетели Поторгуем На этом корабле Все-таки Больше Перевозим У Анаконды 400 Да Здесь все-таки Не 750 Но 650 Уже Уже Неплохо Так Ну вот Теперь Давайте Еще я Часок Попробую Полетать Посмотрим Что там С перехватом Будет Как у нас Будет Получаться Уходить Или нет Ну и в целом Посмотрим Сколько мы Так вот По поводу Прибыльной Торговли Все же Да У нас По Цели Сообщества Три товара Разных Можно возить И Самый дорогой Сверхпроводники Я как-то Взял Выбрал Полимер И решил Возить Полимер Изначально На остальные Товары Я даже Не смотрел И Стоило Посмотреть Потому что Вот это Уже Совсем Другое Дело Точно Такой же Маршрут В ту же Систему Там На двух Станциях Есть Эти Сверхпроводники Мы Три С половиной Миллиона Почти Четыре Миллиона Отдаем Да И Зарабатываем Тринадцать Миллионов Сходки Десять Ходок Я этот Корабль И все Мои Сегодняшние Потери Окупил Одна Ходка И два Потерянных Корабля Мы Уже Тоже Окупили Вот Это Уже Совсем Другое Дело Продаем Входящие Сообщения Репутация Наверное Еще Улучшилась Да Что там У нас Да Давайте Посмотрим Репутацию Здесь Видно Хорошо Практически До максимума Репутацию Подняли С Этой Фракцией Ну и Здесь Тут почти То же самое Как было Все так и осталось Да Но Это мне намного Больше нравится Это Совсем Другие Деньги Я Вот Пару ходок С Этими С полимерами Сделал Еще Да И вот Пока летал Туда-сюда Решил посмотреть Пока Время есть Спокойно Все равно Все эти полеты Они такие В полу Афк режиме Да Только Когда с грузом Летишь Уже Лучше Так Поглядывать Что там Происходит Ну вот Ну в общем Решил посмотреть Что там за Другие товары Че почем И оказалось Да Я даже не думал Что прям Настолько Большая разница Может быть Просто выбрав Другой товар Для Этой цели Ну так Ну так Можно зарабатывать Это уже Да Это уже Неплохие Деньги За Час Примерно Получается Я вот Три ходки Сделал За сорок Пять минут Да Получается Примерно Вот За час Четыре ходки Можно делать Сорок миллионов В час Нормально Вполне Даже Даже больше Сорока миллионов В час Если четыре ходки Да по 13 миллионов Прибыли То выходит И плюс Ко всему Этому Зря вышел Плюс ко всему Этому Будут еще Дополнительные Награды В зависимости От Вклада В цель Ну и опять же Эти награды Поначалу будут Небольшие Но К Концу Может быть Если до четвертого Уровня мы дотянем То будет хорошо Конечно Если люди Там в ближайшие Пару дней Набегают В наземки Им надоест И пойдут Заниматься Целями Сообщества Тогда может быть Дело пойдет Побыстрее Но вот это За сутки Мы набрали Так то Если с таким же Темпом будет То мы там До третьего Наверное Даже не доберемся Но в любом случае Будет интересно Посмотреть Что там за Награды будут И Давайте Наверное Тогда сейчас Потрачу время И посмотрю Что Вот этому Товарищу По материалам Надо Полимеры Микроконтроллеры И медь Медь тоже Дешевая А вот Микроконтроллеры Надо посмотреть Тут как-то Все печально Количество Нормального Здесь Нет Я правильно Все смотрю Система Вот это У нас Микроконтроллера Корабли Носители Платформы Да Все вот это Отключено И Экспорт По количеству Где-то Все очень Далеко Короче Если смотреть Но цена Как бы Да Примерно Такая же По 5000 Покупаем По 22 Продаем Но это Это не тот Вариант Который Нам интересен Вот тут Гораздо Интересней Пока еще Есть ресурсы Ближайших Да Вот тут По миллиону Есть товара Можно На этом Заработать Так что Я полетел Может быть Наверное Сейчас еще Запишу Тут пару Ходок Подожду Нападение Пиратов Да там Посмотрим Давайте Так Давайте Попробуем Сбрасываем Скорость Сейчас Так Сразу же Разгоняемся Ускоряемся Сразу же И И попробуем Зарядить Прыжок Сейчас Вот так Вот сделаем Все Изи Но кстати Это изи Было Просто потому Что Наверное На меня Мелкий корабль Напал Поэтому И зарядился Гипропрыжок Довольно быстро А если Б корабль Был покрупнее Я бы Наверное Не свалил Потому что Щиты Разрядились И Наверное Мне кажется Не успел Зарядиться Но Да Можно было Если что Вдруг Прыгнуть Быстренько Открыть Вот эту Панель Выбрать Любую Звездную Систему И Варпануть На нее Ну От этого Пирата Мы довольно Легко Конечно Ушли Потому что Ну тут Тоже Непонятно Никогда Не знаешь Кто на тебя Нападет Может Какой-то Мелкий Напасть Может Что-то Посерьезнее Напасть Да И О Вот Еще разок Давайте Попробуем Можно попробовать Было На Не Не Тормозим 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 Курс отхода Далеко Иногда Уходит И Не Всегда Удобно Так Давайте Пока В двигатель Теперь Заряжаем Да Это Опять Тот же Мелкий Скорее Всего На нас Напал И Все Ну С этим Товарищем Не Интересно Дай мне Долететь Спокойно Ну Так И Хочет Забрать Мои 13 Миллионов Чистой Прибыли Но Это Вторая Уже Ходка Первая Ходка Была Благополучная Вроде Отстал Да Пока Поэтому По радару Не Видно А Вот Видно Кажется Не Не Это С Леты Он Долетит В другую Там Сторон Окей Мы Долетели Так Снова Нападение О Вроде Курс Отхода Смотрите Не Гуляет Сильно Может Попробуем Нет Не будем Пробовать Он Ушел А мы Тогда Снижаем Скорость Газуем По полной Так Разгоняемся Ждем Перезарядки ФСД Так И Заряжаем ФСД Отлично Мы тоже Ушли Так Можно Жить На самом деле Сейчас Я Я Забыл Поставить Этот Сам И За Скоростью Не Следил Думал Он Сам Остановится После Перехвата Да Надо Заново Выставлять Спей Интересно Я Вроде Никого Поблизости Нет Хотя Вот Там Корабли Появились Уже О Ну Ладно Тормозим Тормозим Разгоняемся Разгоняемся Заряжаемся Да Ну Без проблем Так Давайте Я Сразу Вот Так Сделаю И мы По идее Долетим Без проблем Уже Короче Приблизительно Так Вот По ощущениям Нападают Каждый Третий Раз Каждую Третью Вот Ходку Только Причем Нападают Когда я Везу Товар Сдавать Да Когда я Туда Лечу За Этими Супер Композитами В данном Случа Ни разу По моему Не нападали Может быть Так Тормозим Мы уже Практически Долетели Камон Хватит Может это Другой Так При том Что они Не сканируют Они сразу Начинают Нападать Заряжай 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 Все На последних Секундах Перехватили Последний раз Да Снова Игра Напоминает Что Перезагрузка Серверов Через 15 минут Мы тогда Будем Заканчивать Продадим Последнюю Партию Товара Вечером Конечно Вот сейчас Последние Пару часов Было Что-то Очень тяжело Сервера Еле Дышат Постоянно Дисконектит Из одиночной Игры Когда Дисконектит Это Вообще Ужасно Так Продаем Окей Давайте Посмотрим Что у нас Тут 85 Миллионов Нормально Кажется Посмотрим Что у нас Тут В лучших 10% Я уже Попал Но тут Считается Количество Именно Количество Тон Что мы Возим Не важно Поэтому То что я Полимер Повозил Это Тоже Учитывается Вполне Себе Даже Тут еще Фишка В том Что это Пока Прибыльно И классно Все Но Скоро Супер Композиты Закончатся Я Эту серию Сегодня Выложить Уже Не успею Но Попробую Завтра Ее С утра Пораньше Выложить Пока Она Там Отрендрится Пока Там Еще Домонтировать Надо Сто Не Сто 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 Это Был Довольно Интересный Опыт Да Я Многое Вспомнил Конечно Что Было Забыто За 5 Лет Вот И Неплохой Более-менее Кораблик Собрали Есть Еще Куда Его Улучшить Конечно Можно Некоторые Модули Заменить На Более Качественные Плюс Можно Что-то Поинженерить Даже Чтобы Наверняка Вот Это Отличный Торговый Корабль Который Останется У меня Надолго Еще Я думаю Следующие Замены Ну Просто Не Предвидится Корабль Именно Чисто Для Торговли Ну Только Имперский Катар Большой Самый Или Как он Правильно Называется Ну В общем Мне До него Еще Очень Долго Репутацию С Империей Качать А Этим Я Заниматься Пока Особо Не Планиру Поэтому Type 9 Хэви Останется У меня Да И Можно Будет Заняться Действительно Его Модернизацией У Инженеров Хотя Б Может Двигатель Чтобы На Конду Вернуть Поставить Здесь Улучшенный Что-нибудь Еще Может Быть Ну В общем Да Кстати Я Еще Совсем Забыл Сказать По Поводу Нашей Эскадрильи 11 Человек В ожидании 40 Человек Я Добавил Вчера Тут Проблема В том Что Я Не Могу Добавить Вот Так Сразу Всех Игра Плохо Работает Даже Здесь Это Так Печально Давайте Мы Зайдем В заявки Еще Раз И Добавим То есть Вот так Вот Нужно Каждого Добавлять Это Какой-то Рак Мозга Да Но В любом Случа Людей Нам уже Хватает Проблема Теперь Только В том Что У меня Не Запускается Не Открывается Форма Для Регистрации Своей фракции Что Да Печально Я там Еще Проконсультируюсь С Егором Дебровым С Командиром Радиусом Его Кстати Эскадрилья Где там Список лидеров Если Мы Откроем Исследование Радиус Групп Его Эскадрилья Первая В Зале Славы Да В списках Лидеров По Исследованиям Именно Причем С отрывом Таким Сумасшедшим От всех Остальных Молодцы Ребята Молодцы Так Ну да А я Продолжу Мучиться С вот этим Вот делом Окей Добавил Всех Кто заявки Подавал Всем спасибо Большое За Поддержку Нашей Инициативы Посмотрим Может разберусь Да как Нибудь Там Организуем Мы Свою Фракцию Фракцию NPC Именно Да Которые Будут жить Где-то Своей Жизнью И мы Сможем Им Помогать Или Наоборот Не помогать Да Ну в общем Ну да Сервера Перезагружаться Будут Скоро Пойду Ка я Займусь Чем-то Полезным Пока что Всем спасибо За просмотр Всем пока И увидимся В следующей серии Субтитры Субтитры